Права человека и толерантность. Такие предметы, в числе прочих, будут преподаваться киберполицейским на курсах повышения квалификации. В ХНУВД говорят, ставку делали на основные ценности, которые пропагандирует Европа. А к учебному процессу привлекли не только преподаватели университета, но и специалистов банковской сферы IT-структур. Нам теж приятно, что и Великобританія долучилася до этого. И, мабуть, все больше есть понимание в мире того, что безопасность в том числе и Великобритании находится не только на ее кордонах. Она находится и тут, в Украине. Тим больше мы на сходе Украины расположены. Териториально я маю на увазі. Тому эти усилия співтовариства европейского, которые направлены на забезпечение безопасности в Европе, безопасного процесса, они являются невидимной складовой того процесса, который идет в том числе и в Украине. Пройти курсы повышения квалификации должны будут все работники департамента киберполиции, включая руководство. Мы перед тем, когда с руководством и в министерстве радились, в каком учебном закладе проводить, и мы безальтернативно проголосовали за Харьковский национальный университет, потому что тут достаточно большая, мощная база знаний. И нам, эти работники, что прошли первую початковую подготовку тут, в этом университете, подходит такой уровень знаний. В реформе национальной полиции Украины активно участвует миссия ОБСЕ. В частности, были выделены средства на обучение киберполицейских, приобретены компьютерные классы. На переподготовку работников полиции миссия недавно направила дополнительные 300 тысяч евро. Это один из крупнейших бюджетов организации. Если украинская полиция, украинские партнеры, власти покажут, что эти все усилия не пошли куда-то, не туда, как нужно, а просто от этого есть толк, это поддержка, и в том числе финансов будет больше и больше. Программа курсов повышения квалификации киберполиции рассчитана на две недели и будет включать 98 учебных часов, как технических, так и общих дисциплин. По окончании обучения слушатели сдадут экзамен и получат соответствующий сертификат. Надежда Тофан, Медиагруппа «Объектив».